Всем привет дорогие друзья, с вами снова Антенна и сегодня я вам расскажу про 7 самых распространенных проблем новичков в RPG Maker и как их решить, конечно же. Первая, пожалуй, самая распространенная ситуация, это когда мы хотим, чтобы у нас персонаж сделал какое-то действие, ну например, дал бы какой-нибудь предмет, например, зелье, только один раз, а не постоянно два. Для этого мы должны, сейчас я покажу, что сделать, использовать переключатель. Допустим, я пишу тут, возьми зелье в дорожку. Вот, и даю зелье. Нам надо, чтобы она не постоянно давала зелье, а только один раз. Поэтому мы после того, как дали зелье, ставим переключатель. Переключатель давайте назовем, назовем, да, дали зелье. Их можно называть как угодно. То есть это у нас некий будет триггер того, что дали зелье. Потом мы копируем страницу, вставляем, и на этой странице ставим сюда переключатель, дали зелье. Она даже автоматически тут посветилась. То есть это уже будет поведение этого же персонажа, после того, как она дала зелье. Ну, допустим, я напишу, я уже давала тебе зелье. В принципе, мы могли бы использовать локальный переключатель, а не обычный. То есть здесь выбираем и А, Б, Ц, Д. То есть для каждого ивента есть еще свои локальные переключатели. Я использовала глобальный, потому что тогда я могу, например, еще написать королю здесь проверкой. То есть если дали зелье, то тогда он говорит одну фразу. Он говорит это самое. Допустим, обратись к королеве, она даст тебе зелье. А это если не дали, то есть иначе. Вот. А если дали, то тогда получается, что... Он ничего не говорит, допустим. Вот. Это конструкция, если иначе, которая работает только с глобальными переключателями. Давайте проверим, как это работает в игре. Вот. Подходим к королю сначала. Обратись к королеве, она даст тебе зелье. Потому что сейчас она нам еще не давала зелье. Обращаемся к королеве. Она дает зелье. Сейчас проверим в инвентаре. Да, у нас появилось зелье. А теперь уже они разговаривают, и он не говорит эту фразу, потому что мы запомнили переключатели. Вот. Таким образом, в принципе, можно абсолютно любые действия делать, чтобы... Ну, просто чтобы не повторялись несколько раз, просто использовать переключатели. Бывает такая ситуация, когда нам дают не NPC-шки предметы, а мы подбираем их откуда-то. Например, у нас пускай стоит меч, и нам нужно сделать, чтобы так... чтобы мы взяли его и положили в инвентарь. Вот, например, тут у нас какой-то меч есть. Вот. Воткнутый. Не пойми куда. Ну, не важно куда. Вот он. Вот. И нам нужно, чтобы мы его подняли и взяли. То есть, мы создали события с мечом, и совершенно так же, значит, это самое, при взаимодействии мы его изменить предметы, то есть даем... А, это уже у нас будут не предметы, а оружие. Это же меч, правильно? Вот. Допустим, мифриловый меч. Увеличить постоянный один. Так, мы добавили его в инвентарь, а теперь нам нужно, чтобы он исчез отсюда. Действуем точно совершенно так же, то есть, используем переключатель. В данном случае возьму локальный переключатель для примера, потому что никто вокруг в игре больше не будет обращать внимание, взяли мы этот меч или не взяли. И на новой странице просто создаем новую страницу. Она по умолчанию у нас пустая, то есть, уже ничего нету, и ставим локальный переключатель А. Получилось, что мы один раз взяли меч, и все. Вот. Нужно еще только что-нибудь написать. Ну, в диалоге. Например, ну, какой хороший меч. Да. Сейчас я возьму его. Умей. Ну, там еще можно писать, там какой-нибудь получен, там мифриловый меч. Ну, или за это плагины отвечают. Как удобно. Ну, как видим, просто берем меч, и он исчезает. То есть, принцип совершенно аналогичный. Тоже используем переключатель. Аналогичная ситуация возникает, когда мы хотим проверить, есть ли у нас какой-то предмет в инвентаре или в экипировке, и в зависимости от этого, чтобы у нас менялись действия. Например, у нас есть монстр, который не пускает через мост. Сделаем так, чтобы он, если видит меч в инвентаре, то тогда пропускает сразу же. Выбираем ветвление условий, и там... Вот у нас оружие, мифриловый меч, включая экипировку. Так же мы можем проверить, например, определенное количество золота, предметов, очень много разных вариантов на проверку. Вот. И если что-то есть у него, то тогда мы... он будет без боя просто говорить «Пощади котейку» и отходить, допустим, на правый маршрут. Это событие. Шаг. Право-право. Ну, чтобы пропустить моста. Я на всякий случай еще поставлю проходимость. Вдруг там непроходимые тайлы. Так, проверяем. Берем меч и подходим к коту. Вот. Он сразу говорит «Пощади» и так вот скромненько отодвигается, пропуская. Еще иногда возникает ситуация, когда мы хотим использовать какой-то предмет, но не экипировки, но, в общем, есть еще альтернативный способ. То есть мы можем сделать проверку вот здесь вот. Точно так же, как и переключатели, оно переходит на эту вкладку как бы с большим приоритетом, чем на эту. То есть, если выполняется хоть какое-то условие здесь, то тогда мы уже на этой вкладке. А если не выполняется, то по умолчанию вкладка. Вот. То есть, например, если у нас есть зелье, то тогда, допустим, котик скажет, допустим, дай мне зелье. Пожалуйста. Такими жалобными глазками. И мы можем дать выбор игроку. Можем дать выбор игроку. Давайте ему не давать. Вот у нас тут есть показать выбор. Да, нет. Дай мне зелье. И если дал, то тогда тоже атаковать он не будет, а просто отойдет. То есть, мы должны использовать предмет. Если мы дали, значит, мы должны убрать его из вентаря, уменьшить зелье. и написать пасибки. И чтобы он так прямо пропустит. Ну, я, конечно, пишу немножко таким текстом. Пускай даже так. Вот. А если нет, то тогда он нападает. То есть, он говорит, не пущу через мост и бьется с нами. Уже столько у нас разных вариантов предусмотрено. Можно очень много вариативности предусмотреть в игре. И на самом деле удивительно, что так много новичков этим не пользуются. Так. Вот мы идем к котику. У нас зелья сейчас нету. Поэтому просто мы должны сначала взять зелье, чтобы проверить. Вот, зелье дает императрица. Так. Теперь у нас зелье есть и активируется эта вкладка. Дай мне зелье. Допустим, да. Раз, да, и это двинулся. А если бы... Так, а теперь тут... Да, вот теперь нужно предусмотреть ситуацию после того, как дали зелье, чтобы он не обуянил. А то, смотрите, вот эта вот у него вкладка выключается, то, что зелья у нас больше нету. И получается, что активируется опять эта битва. Вот, которая пустая по умолчанию. Поэтому мы должны еще поставить один переключатель. У нас прям сегодня как будто был урок по переключателям. В общем, дали зелье. это другое зелье дали это та дала. А я думаю, мы локальный поставим все-таки, потому что это только для него. Как раз у нас ни разу еще не использовался локальный переключатель. И мы просто поставим что сюда локальный переключатель А. То есть этот переключатель срабатывает, когда у нас уже дали зелье. Угу. Ну, в общем, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. В общем, как-то так. Получается, что во всех вот этих случаях и тоже, когда есть меч, он тоже самое переходит в это состояние А. Когда он мирно пропустил, и тогда получается, что больше не обаянил переходит сюда. То есть что больше приоритет всегда у вкладки, которая правее. То есть редактор проверяет начало вот эту вкладку. Если это условие выполнено, то она срабатывает. Если не выполнено, то тогда переходит на по умолчанию. Так, мы возьмем зелье и возьмем меч. И посмотрим, что будет. Сейчас у нас выполняются сразу два условия и зелье и меч. Но меч у нас проверяется на вкладке по умолчанию, а зелье на вкладке здесь. Получается, что зелье у нас главнее, поэтому должно сработать зелье. Правильно? Сейчас посмотрим. Да, сработало зелье. Он в первую очередь обращает внимание на зелье, из-за того, что там такая приоритетность. Да, зелье. Далее. Все, отошел. Отстраненная ситуация, вопрос новичков, как сделать, чтобы, например, мы вывели какое-нибудь сообщение, при этом не привязывая события. Например, мы перешли через мост и что-то сработало. Например, что-нибудь сказала королева или еще что-нибудь такое. Для этого мы просто нажимаем на мост, то есть любой объект, который у нас будет на расстоянии и нам не обязательно, чтобы тут была графика. То есть у нас может событие срабатывать и просто так, просто при наступлении. Для этого нужно поставить касание игрока, приятел под персонажем. Вот. И здесь мы уже можем написать, что сработало какое-то событие. Например, сообщение, что вы попали например в земли ну не важно в общем какие-нибудь там этих самых котов. Ну в общем так. Нам главное сейчас сам пример. Вот. И это сообщение конечно должно тоже активироваться один раз, поэтому я опять же ставлю локальный переключатель. То есть каждый раз, ну один раз когда мы пересечем мост, у нас работает вот это вот событие. Вот. И сейчас проверим как это будет работать. Таким образом раскидать такие вот события практически на любом участке карты. И можно делать таким образом и ловушки всякие и всякое подобное другое. Опять этот несчастный кот я забыла. В общем я сейчас возьму меч и он отойдет. Вот. Оно один раз работало да и все потому что у нас переключатель сообщения. Еще одна фишка которую я хотела сегодня показать это изменение внешнего вида персонажа. На самом деле это очень простая штука поэтому отдельный урок я не буду выделять. Например мы попали в земли котов и допустим наш главный герой из-за этого превратился в котика. Мы переходим на третью вкладку команды события и меняем графику персонажа. то есть теперь он у нас будет котиком. Находим например какого-то котика вот например такого и здесь тоже то есть получается что он будет при пересечении определенной черты у нас превращаться типа еще этих котиков здесь а я слажаю вот они не уверена что есть бойцы в виде котиков как мы сюда попадаем мы превращаемся в котика а давайте проверим для начала сразу берем меч переходим сюда раз да и все я превратилась котика но вообще желательно наверное чтобы когда мы опять выходим из земель котов чтобы мы снова превращались в человека иначе получается как-то странно односторонне то есть давайте тогда сделаем чтобы при касании каждый раз у нас срабатывало так если мы идем туда направо то у нас игрок но я уже показывала вам принцип этот смотрит вправо то есть я проверяю условия персонаж смотрит вправо если смотрит вправо то да мы идем в ту сторону и мы попали в землю котов и превратились в котика а если мы смотрим влево то мы идем в противоположное направление а значит мы уже обратно должны стать тем кем были раньше вот она даже по умолчанию тут есть я не знаю почему у меня в базе данных главный герой с чаром девочки выглядит как мальчик давно пора это поменять не я хочу девочку есть тут мелкая девочка вот она идеально рид рида и боец тоже а то уже начинает раздражать и теперь у нас этот переключатель тут не понадобится потому что вот этот невидимый мост он будет просто превращать каждый раз когда мы через него ходим иначе получится что один раз превратилось и все сейчас сейчас мы возьмем меч ага вот кот девочка кот девочка в общем это даже весело можно даже убрать вот эту фразу попали в землю котов потому что хотя пускай будет она каждый раз раздражает может быть ее один раз написать а потом уже не писать но для этого мы просто как бы проверим включим локальный переключатель что она один раз уже была эта фраза и если она уже была в твлении условий если локальный переключатель включен то тогда ее не повторять больше а если не было то повторять вот так вот это еще один способ использования локального переключателя но мы можем либо ветвление использовать либо вот эти складочки как кому удобно ну и последнее что я сегодня покажу это сценка при запуске игры то есть допустим мы хотим чтобы как только мы появлялись на экране сначала было какое-то вступление а потом уже само действие игрок мог бы ходить для этого мы опять же используем пустой ивент на самом деле можно использовать любой ивент но удобнее все-таки взять пустой и ставим здесь триггер автозапуск и это будет означать что как только мы зашли на эту карту он сразу же сработает и теперь пишем по автозапуску события показать события например в некотором царстве в некотором государстве так не надо здесь вот это так жила была одна девочка да ну допустим и звали ее и тут мы допустим вводим имя у нас есть вкладка обработка ввода имени на третьей вкладке и вместо рида мы можем ввести свое имя какое-нибудь и после этого ну конечно вы можете еще написать цели игры что нужно было сделать но метод для примера нам сейчас нужно просто закончить вот это вот небольшое вступление ну чтобы оно не повторялось сто раз и мы опять же поэтому ставим переключатель так какой переключатель а ну это мы уже все научились делать то есть чтобы один раз работало событие ну и запускаем смотрим вообще обычно вот такие вот события которые общие я ставлю в левый верхний угол но потому что так меньше запутаешься потому что видно что они не касаются чего-то конкретным так новая игра запускаем да в некотором царстве в некотором государстве так да и вводим имя например например рита но рита как-то не очень а рита лучше значит вот и теперь ее зовут рита и мы можем дальше играть я сейчас могу зайти вот в этот город который мы сделали другом уроке потом выйти и это событие оно не будет срабатывать потому что мы там опять поставили приключатель в общем я надеюсь что этот урок был полезен особенно для новичков и вы поняли как можно по-разному использовать переключатели и как много всяких творческих возможностей есть в программе спасибо за внимание и до новых встреч